Виновником торжества, лидером туриндустрии в этот день вручили заслуженные награды. Знаком почёта за трудовые успехи на благо города Сочи удостоен генеральный директор санатория Черноморья Аслан Мамишев. Знаком признания и почёт сочинцев руководитель санатория «Радуга» Павел Фисенко. Благодаря и их труду, тоже от санаторно-курортного комплекса Сочи поступило более 2,5 миллиардов рублей в консолидированный бюджет Краснодарского края. Мы гордимся вами. Куда бы мы ни поехали, что бы ни видели, всегда лучшие в городе-курорте Сочи. Люди всегда лучшие в городе-курорте Сочи. Такие профессионалы, которые работают здесь, мы не встречали ни в других городах, ни в других странах. Слова благодарности от имени сочинских властей прозвучали в адрес руководителей здравницы отелей, туристических фирм, экскурсоводов и спасателей, арендаторов пляжа и медицинского персонала. Всех, кто причастен к самому главному празднику курортного города, кто работает на престиж Сочи и делает все, чтобы многочисленные гости отдохнули и на море, и в горах с удовольствием. У нас отдохнуло уже 4,5 миллиона отдыхающих. Это не больше, чем в прошлом году, но и не меньше. И еще год не законченный. Мы видим, что до ноября месяца глубина продаж уже в многих санаториях есть. По оценке специалистов, уровень продаж растет благодаря презентациям Сочи в регионах и событийным поводам. Только на этот год расписано 280 масштабных мероприятий. Открытием сезона стал двухэтажный экскурсионный автобус «Матрешка». Заработало бюро по размещению туристов. Набирает популярность городская программа лояльности и гостеприимства. Карта «Гости Сочи» позволит получать услуги со скидками от 15 до 75%. В результате совместные усилия администрации и профессионалов турбизнеса достигли своей цели. Курорт стал круглогодичным. Еще одна хорошая новость прозвучала на празднике. Мы сегодня на сессии согласовали заявку на курортный сбор. Закон начнет действовать с 1 мая. Эта сумма будет равняться 10 рублям. Предложение о таком размере курортного сбора на территории Сочи администрация города отправила в Край. Там заявку рассмотрят и тогда примут окончательное решение. Празднование Дня туризма не обошлось без выступления артистов Свердловского театра музыкальной комедии. Каждый здесь хорош, как Гарри Купер, просто супер. Каждый здесь телевизор вертит мир, весь на свой манер, все в крае в блиц. Бал-батериц. Уже сегодня лидеры туриндустрии готовят эксклюзивные программы отдыха на зимний сезон. Будет введен единый скипас в Красной Поляне. А празднование Дня туризма продолжится в Лазаревском районе, где в субботу пройдет первый гастрономический фестиваль «Барбекю» на открытом воздухе.